Всем привет, мои хорошие! С вами Эка Эмили и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Целый час просто настраивала освещение, все время мне не нравится, как я получаюсь. В общем, это мои такие бузики. Как вы поняли, сегодня я опять же снимаю в своей комнате и сейчас уже вечер, время 11 часов. И вдруг мне захотелось чего-то сладенького. Врезко я захотела панкейки, не знала, где их заказать, а потом я подумала, зачем где-то их заказывать. Можно самой приготовить. Смотрите, какие классные они получились. Пружинистые. Надо было снимать на мой кулинарный канал. Обязательно сниму. Стоять. Макаем скушенку. Извините, я не могу. Мой самый любимый фрукт, это банан и ананас. Фишка, чтобы панкейки не оседали. Как вы только их приготовили, их нельзя класть друг на дружку. Настолько мы привыкли уже что-то заказывать. Даже то, что умеешь готовить, ты думаешь, не, закажу. А так намного дешевле, кстати, обходится. Если вы хотите, чтобы я на iCook тоже приготовила такие панкейки, обязательно пишите в комментариях. Обязательно приготовлю. Тут у меня еще и мед. Давайте макнем в мед. Их, по идее, разрезают, но мне, если честно, так удобнее. Какая разница, вкус один и тот же. Этот стакан прям в тему с этой комнаты. Как будто его сделали из кусочка моих обоев. Такая интересная история у этого стакана. Ред пять назад моя подруга решила сделать сюрприз мне на день рождения. И она взяла огромную просто коробку из-под телевизора. И решила заполнить ее подарками. Какой-то косметикой, не знаю, какими-то мелочами. В общем, она взяла огромную коробку. И как раз таки в этой коробке был этот стаканчик, который мне безумно понравился. Реально, она мне сделала такой подарок, который я в жизни никогда не получала. Это было настолько интересно. Ты открываешь вот эту огромную коробку и оттуда вытаскиваешь по одному эти вещи, которые она тебе подарила. То есть одно дело можно подарить просто какой-то золотой браслет. То есть цена будет та же самая, но... Ну, сколько радости у меня было от этого подарка. В этой коробке были какие-то шоколадки, была такая маленькая подушка. Был этот стакан, косметика всякая, тени. Если, Ферузочка, сейчас ты меня смотришь, я тебе передаю огромный привет. Спасибо тебе за такой классный подарок. Причем они так интересно меня поздравили перед всем универом. То есть все были на перемене, все были в коридоре. И приходит такая Феруза с огромной коробкой. Ее просто не видно из-под этой коробки. Если я найду, я обязательно вставлю вам фотографии. Вот. Моему счастья не было предела. Ой, да, сгущенка закончилась. А че так быстро, да? А че так? А че так? Феруза, она была, наверное, единственной человек, которым я говорила, что в душе я мечтаю быть блогером. И она всегда меня поддерживала, всегда говорила, вот у тебя получится, только открой канал и так далее. В то время мы были помешаны на косметике. Вообще, моя мама считает, что я покупаю слишком много косметики, которая мне не нужна, которой я пользуюсь не буду. В какой-то степени я с ней согласна, потому что не верю в то, что мне 10-15 хайлайтеров когда-то в жизни понадобится. То есть, я умру, хайлайтеры останутся, потому что их нереально закончить. Нет, все-таки со сгущенкой вкуснее. Я лучше сбегаю и принесу сгущенку. Я сейчас, ждите. А мы с вами продолжаем. Как вам моя кофточка? Булзочка? Но сейчас не об этом. Открыла свой инстаграм. Вообще, каждое видео хочу отвечать на максимальное количество вопросов. Но как только я начинаю рассуждать на какую-то тему, меня прям не остановить. Как-то все долго получается. Вот. Или с девочкой задают вопрос, очень интересный. Иногда я не вижу такие интересные вопросы. Что бы ты предпочла? Узнать, когда ты умрешь? Или узнать, как ты умрешь? Вообще, осознание того, что все мы когда-нибудь умрем, меня просто бросает в дрожь. Потому что я не верю в то понятие, что мы умрем и все, все закончится. На мой взгляд, существует такое понятие, как мы, например, умираем, мы вселяемся в душу какого-то животного и продолжаем жить. Я думаю, как-то так. Может, я ошибаюсь, но когда-нибудь мы все узнаем. Я бы не хотела знать, когда я умру. Я бы хотела узнать, как я умру. Я почему-то уверена, что это не будет никакой несчастный случай. Мне кажется, я умру от какой-то болезни. Неизлечимая. Столько просто молодых девушек, молодых парней. Каждый день умирает. И ты просто понимаешь, что когда-нибудь и настанет твой день. Твой день. Вот, от этого немножко страшно. А пока мы живем, нужно кушать. Нужно довольствоваться своей жизнью, радоваться. Вообще, мне кажется, что у меня самые добрые подписчики. Знаете почему? Потому что мы все любим покушать. А люди, которые любят покушать, они в априори добрые. Совсем маловато, мне кажется. Всего-то 5-7 панкейков. Ерунда. Следующий вопрос. У тебя есть ощущение, что сегодняшний день уже повторялся сотни тысяч раз? Нет. Но иногда у меня бывает такое ощущение. Когда я смотрю какие-то страшные фильмы, потом я вообще начинаю задумываться о жизни. Мне что-то мерещится. Как окружающие воспринимают твое развитие? Вот интересный вопрос. Вот вы не поверите, но это реально так. Хотя вам покажется, что это как-то пафосно. Люди, которые со мной вообще очень давно не общаются, они мне пишут, что «Ой, вот я тоже хочу создать канал, как ты думаешь, там советы и так далее». Ну, я даю какие-то советы. И затем мне человек говорит, что «А ты можешь мне пропиарить?» Мне просто, знаете, что интересно? Мне интересно, что делают блогеры-миллионники. Вот у них тоже есть родственники, друзья. И все у них просят, чтобы они пропиарили их. Мне, в принципе, не сложно пропиарить. Но мне кажется, моей аудитории как бы это не понравится. Вы и так и у меня, знаете, рекламу не любите. Вот почему не любите рекламу? То есть, представьте, каждое видео я сижу, кого-то рекламлю. Вот. И у меня вроде особо так-то и подписчиков нету. Ну, 60 тысяч. Это же не так уж уж много. Но, несмотря на это, очень часто бывает среди моих друзей, бывших одногруппников, даже одноклассников, мне пишут, что «Что тебе стоит?» «Пропиарь меня». Или, например, подписчики. Только я подружилась с подписчицей. И он мне пишет «Пропиарь меня». Может, это как-то высокомерно и так далее. У меня просто такое ощущение, что мною пользуются. Мне неприятно. Последний. Давайте в мед в этот раз макнем. С Фатей мы как-никак начинали вместе. У нас было одинаковое количество подписчиков. Даже у нее было больше. Это совсем другое. Кстати, о Фате. Что я вам хотела сказать? Мы так поняли, что вам очень нравится, когда мы вдвоем снимаем видео, челленджи и так далее. Против народа не попрешь. Если вы хотите это видеть, то мы обязательно будем снимать как можно больше совместных видео. на самом деле я смотрю наши старые видео с Фатей. Они настолько смешные, настолько позитивные. И я, с одной стороны, понимаю, почему все требуют такие видео. Я надеюсь, что я успею доесть этот виноград, потому что у меня садится зарядка на камере. В общем, на этом все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Я вас всех очень-очень сильно люблю. С вами была Эмили. Всем пока!